ну здравствуйте это обновленный skoda rapid и обновленный формат решили тут обзорчики попилить но вот это без монтажей чтобы вот было все более прозрачно более естественно чуть-чуть подготовился почитал спеки по машине не читал тест-драйвов наших коллег казахстанских российских что вот реально прозрачно все было чтобы экспириенс был такой ух увидел сразу и давай рассказал мы будем делать все без клейки пишем сейчас одним дулем то есть один раз нажали на рек минут 15 там около того попишем потом снова нажали на рек все чего не получилось где-то не так сказал извиняйте где-то может быть ошибусь с какими-то параметрами тоже правьте меня это будет прямо для меня большой экспириенс что рассказать о машине это топовая версия всего три комплектации это стоит ну ребят двадцатку бакарей 8 миллионов 700 блин базовая на механике вообще если она существует она стоит 7 миллионов промежуточная стоит там 7 что-то 600 что ли или что такое что сказать для такой машины маленькой что-то дофига вам не кажется мы находимся в поселке когти рек и мы заехали вот сюда специально чтобы проехать по плохой дороге машину он завозюкали все потому что регионы будут эту машину любить как любят тот же самый пола что сказать прикольно то что уже базовой версии идет светодиодный головной свет ближний далее здесь галогенка стоит и дрл стоит тоже лет оставили здесь туманочки на галогене это хорошо потому что когда эти два света смешиваются ты реально в тумане нормально видишь уже я испробовал это попала в туман ездил я и на мидео и на дачу покатал по городу поэтому будет что рассказать накатал где 200 километров что я считаю без 200 километров ты машина вообще не поймешь типа взял на ты здравь на полуднячу там покатался чуть потом пишешь не нифига ребят давно этим занимаемся давно все прошли это сейчас проверил у меня в колесах чтобы заплату дорогу оплатить приложение колеса 44 автомобиля никогда не задумался что я 44 автомобиля вот гнал на платную дорогу чтобы что-то снимать что-то делать потому что мы делаем не только эти обзора большие продуктовые видосы на студии работаем там фотографиями занимаемся чем только не занимаемся колеса базовые будут понятное остальные и там у вас кстати будут задней качалки велосла по моему даже барабаны будут задние тормоза поэтому не надо накопить и вот это зачем вот мешалка накопить уже со второй версии будет автомат 6 ступенчатый как мы любим и знаю как он работает все наверное ездили в и не тайме на поликах он такой расторопный есть режим с и есть еще мануальный режим здесь у нас сто восемьдесят пять шестьдесят и здесь смотри пчела зимой спящая здесь стоят секреточки вроде симпатичные колеса но ну блин просится 16 16 нету поговорил с официальным дилером он говорит то что ну в принципе можно 16 ставить чуть-чуть как-то там вот что-то не договорили они но 205 55 205 50 на 55 лучше чтобы не так жестко было можно поставить в целом тут и новый дизайн-код у skoda ну то есть нет вот этого логотипчика сзади написали просто большими буквами skoda причем ска вот эта чешская что кстати очень прикольно добавляет вот я такая вот чешская никакая нибудь дизайн тут сделан они называют дизайн-код не иначе как чешский хрусталь вот помните советское время если у тебя есть чешский хрусталь блин солнце светит до фужеры из хрусталя вот этого чешского тут и типа крутой и вот эти ставочки вот эти вот эти вот всякие крестики это все типа вот чешский хрусталь так-то машина сильно не изменилась ее просто ну реально хорошо нарядили да кстати в это только в топовой версии будет у вас вот этот стеклоомыватель задние печаль да забавно то что у камеры есть омыватель и он работает я вам даже это покажу давай посмотрим как фары светят если что-то увидим так диод очки морга дальним чтобы доказать что тут есть он на ледах смотри на заборе этот день сейчас солнце я вот очки отдел и как я смотри видно ну то есть с оптикой все нормально смотрится тачка не хуже чем audi когда вот она едет ночью а все мы знаем что audi это чемпионы просто по головной оптики это уже отсылка бебету альбекову бебет салам ты забрел этот термин пойдем посмотрим чё с багажника мотор открывать я не буду потому что это стандартно там 110 сил 1.67 пиа и он атмосферник с ним ничего не сделаешь никакие прошивки тебе не помогут максимум 10 сил выжмешь этого не стоит жалко что к нам пока не поставляются 1.4 turbo на dsg на 1.4 ставят только dsg а я мне все равно вот эти сцепление мокрые сухие счета вот не верю в эти темы поэтому шестиступенчатый гидротрансформатор здесь самое то самое забавное то что ты вот на ней и на полике но тяжелая дверь тяжело поднимают и смотри пчелиное царство какое-то вот здесь маленький такой сосочек он так водичку сюда вот за что надо теперь любить и покупать rapid ё-моё сколько тут места еще если убрать полочку эту ай мама все можно грузить возить вот этот вот некрасивенький резиновый можно надо убрать показать смотрите какой органайзер здесь все по-шкодовски удобно расположена можно мелочевку всю бросать вот эти кстати полики они тоже как бы в базе их нету а вот в версии побогаче пожалуйста тканевые приятные 4 штучки крючочки по-шкодовски вот здесь вот крючки для того чтобы фиксатор установили крепления вот еще крючочек здесь у меня валяются маленькие инструменты о молдан салана тарима твой инструмент всегда вожу смазочка вот на даче ездил замки отмораживал блин сколько рекламы получается уже ну ладно кенты просто вот хорошая немецкая мультиспрей этот да был и 44 ты очень мне нравится о смотрите тут еще 12 вольт зарядка есть кстати с зарядками тут вообще заблуда полную шкоды вообще борзели у них 4 порта зарядки спереди 2 один с дата кабелем 2 пункта же дата кабель дата слот и задние тоже 2 но они юсб-ц юсб-ц понимаете не юсб-ц 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 все 4 поэтому вчера мне пришлось ну тупо купить шнур там за 5 косарей чтобы попробовать чё там как с телефоном она дружит не дружит пока заметил то что android включается без всяких нареканий и мне удобно вот там что-то говорить с гуглом отвечать на звонки и чё еще быстро заряжает реально телефон быстро заряжается вот на этих портах не знаю как чё но в общем так здесь можно закрыть хлястик есть удобно взялись хлопнули вот минус то что конечно тяжелая дверь пойдем назад сядем я тебе дверь здесь открою чуть-чуть расскажем и уже повалим повалю лучше беру пусть там там лежит мы кстати без тобой с него чисто на ручках потому что профи а вот назад я сажусь первый раз сел вперед чё у нас есть пацаны тут ё-моё вы посмотрите центральный подлокотник а у многих конкурентов не не мало того что подлокотник здесь еще под 3 какие-то очень маленькие кофейные чашки чтобы 05 не влезет сюда подстаканники говорят что вот сюда бутылочки 05 вмещаются охотно верю два кармашка тут есть один большой смотрите здесь центрально тоже бутылка литровая залезет вау у нас есть у нас есть подогрев сидений то есть и правого дивана как бы и левого и мало того что их два тут тут есть еще и как бы по градациям уже два режима не просто включил и попу греет а вот выбирай себе поэтому здесь мне все нравится вот это вот кстати оператор спрашивал смотри вот так берешь вот так и все и лыжи все и встал на лыжи все там домик можно тоже опустить это все делать будет еще больше места вон у меня powerbank потому что ну надо многие вещи заряжать блин машине а у меня только один шнур пока юсбц вот они две юсбц я не знаю такая же круто но что-то пока как-то денег уходит много на отдельные шнуры и смотрите еще какие крючочки вот здесь вот удобный а и здесь тоже есть хрусталек на галогенах мне нравится галогенный свет вот когда в салоне как-то это вот лампово что еще прикольно сейчас покажу сиденья кстати кожаных не ждите их просто нету есть велюрка но чё забавно вот смотри мы такие раз тоже сейчас очень редко встречается до конца уходит стекло ну ё-моё это же это же супер ты же просто вот офигеть особенно детям нравится здесь вот это стандартная велюрка какой велюрка это просто тряпка я так и и пожамкал пожамкал есть у меня ощущение что долго она не протянет потому что она такая няшечная она вот ну не выдержит ресурса такого на такси чтоб там 100000 сотрется все но будет большой плюс вот когда сотрется вы просто ставите кожзам сюда нормальный как вот вот здесь вот как на руле как на селекторе и будет все красиво поэтому износите до конца и снимите нафиг эту тряпку потратьте там 100000 тенге пусть будет нормальный кожзам черная на черном смотрится классно . белая еще будет цветок кстати не очень то есть у нас как всегда нету всяких прикольных желтых там голубых чтобы как-то вот выделиться сейчас голубых я не выделиться не про это говорил каких-нибудь зеленых а тут максимально прикольный цвет это счета коричневый по моему поэтому skoda по красоте блин в европе же все они такие вот радужные тачки у нас нет что давай сядем салон чуть-чуть здесь обсудим и уже будем рнать и метать потому что пацаны я телеметрию соблюдал я сразу на крышу на крышу определил и будем замерять скорости а чё так обещал производитель что вмещается вот в стакан в этот в двери в подстаканник в нишу в карман полуторалитровая бутылка вот полуторалитровая заповедник здоровье четвертый мне особенно нравится четверка хорошо что вмещается здесь конечно большой зачет она чуть-чуть надо ее конечно засунуть но засовывается так очечник здесь прорезинено все поэтому очки не будут дребезжать очень нравится здесь извините света вам не хватило почему понять не могу здесь тоже такой же есть скребок этот все видели хотите покажем вот скребок этот который скребок покажу пока у нас вот есть ниша оператора здесь здесь зонтик понимаете вот и как бы с дождя зашел автомобиль сюда положила он здесь в этой нише сам по себе как бы обсох и все нормас вот про такой кожзам я говорю кстати подлокотничек до центральная тоже ништяк по в базе тоже нет нет сюда все сложилось документы ключик ключ от моей машины как бы вроде кажется маленьким а все ходит ну ключ стандартно из новых вагов ничего особенного ведь на те skoda могла бы здесь volkswagen могла бы здесь быть что-нибудь еще руль не очень нравится посмеялся они потому что здесь срезанная хорда типа оля спорт все дела до спорт 110 сил на автомате конечно это такой спорный спорт но прикольно посмотрите тут ухваты классные подогрев кнопка подогрева здесь находится не как а многих автомобилях где-то что-то там искать начало это вертолет стандартный по включению света здесь у нас есть круиз-контроль на левом вертолетики ничего особенного приборка глаз сломаешь но я смотрю здесь только большую часть времени только на электронный спидометр я вот выставил себе вот эти барашки крутые которые ты вот так нажимаешь тэн 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 нажать что можно это фиксирую здесь эта музыка очень классно то есть вроде как бы сделано не очень дорого но реально удобно и как бы цепляется палец нормально весь подушечка пальца как он кстати звучит пацаны я вот не про это вот это звучит так себе я про это на видео наверное покажется что не очень но на самом деле реально прикольный сигнал ты можешь не влазить кстати круто по-фольсвагеновский обожаю эту тему когда ты лючок открываешь без проблем нажал просто он открылся не надо здесь что-то дергать вот он священные скребок шкоды там вот он открываешь что этот лючок и он там вот так ставится кроме того здесь сделали еще вот здесь пол сантиметра вот эта фигня и ты вставляешь вот так шину в протектор и ты понимаешь изношен он или нет реально удобно потом они говорю что это еще увеличитель да он увеличивает но я вот и сидите меня понять не могу вот что что зачем это нужно расскажите может там как-то вот так вот делать прикольно расскажите что увеличивать добывать огонь что ли или как вот эти вот два вообще отсюда убрать от них толку никого нету ну чё вас так как-то кофе стоять будет выплат маленький потом получается под энергетик который я не пью уже длительное время клима тут я и смотрите какой монитор у нас четки что там вот он и избиться этот за 5000 вот они две зарядки и избиться с дата информации кстати спереди только дата рубили transfer files сейчас подключена она к этому драги поэтому видимо она сейчас меня не поймет а или нет или включилась посмотрим смарт-ленте чё там кто-то назвал мой телефон дно не помню кто круто из друзей вот но написано вот что происходит я активен йоу-йоу-йоу мы на связи в поселке коктерек патриса и время импер сам android features короче она хочет сказать мне что у меня включил режим сбережения заряда окей я вот включу но поселок коктерек чё сказать проводите уже наверное сюда побольше и вот этих вот станция и антенн потому что не очень так как бы картинка не догружается это не проблема машины это проблема соединения копчегай видишь она думает долго потому что интернет потому что интернет посмотри и с ними что здесь драйв поэтому короче я предлагаю отсюда соединяться нафиг подсоединяться к драги драги так включить текст скип проходим connect connect произошел значит она напишу чтобы ради сама телеметрия на крыше у нас так что мы сейчас из этих говн выберемся как-то блин машину придется мыть и святку не успеваем им тачку надо сдать подожди как через час надо тачку сдать а где мы помоем ребят бипек сорян если грязную привезу я на каспе приведу баблосики может по моим там на дилерском но реально можем не успеть чё с подвесочкой почему сюда приехали вот в поселок коктерек чтобы чуть-чуть подолбить ее едет классно я вот я на дачу когда забирался болен какие она ухабы кушает ты реально не боишься вот а где-то пролезть и просто проезжаешь потому что и клиренс позволяет и подвеска реально мягкая и кстати что мне нравится хорошо демпфирует она как острые неровности ну типа там не знаю рельс еще что-нибудь так и вот по таким идет прям можно не разбирая ехать вишен нигде не бампер не скакнет здесь что стоит у нас торсионка сзади типа оля скручивающаяся балка спереди стоит независимо понятное дело rapid технически не изменился все то же самое вот электроусилитель тут но все помнят эту тачку в глубокий там этот перчаточный ящик сзади много места шкода вообще любит много места почему там у октаве всегда больше места чем у кого-нибудь другого потому что они вот такие вот simply clever сейчас это нам надо бы понять куда мы едем на капшу на капшу вай здесь пока 60 вот я выставил себе электронный спидометр обожаемая мною вещь volkswagen с наверное 2000 годов это пошло то есть они практически первым были кто сделать себе электронный спидак и вот эта актуальная скорость она важна потому что мы все боимся этих сергетов и здесь просто такие монохромные белые циферки очень удобно так так чё у нас там посмотрим драги саря давай ресет сделаем присед а нет она видит меня так ребзя давай высочку поставим там сильно ничего не изменится это долго только третья чё у нас там четырнадцать тридцать шесть да надо конечно прошивочку ставить хоть десять сил но хочется чтобы они тут дополнительные были потому что сто десять сил как-то моменты тоже небольшой ну показал что вот как как получилось так давайте-ка сейчас чуть-чуть посудину эту шкодовскую разгоним здесь кстати очень удобно нога лежит мне часто в тачках дорогих вот постоянно убить хочется но сделайте нормальное место в нормальную площадку для левой ноги вот здесь прям нога ложится полностью не надо никуда и не сюда не туда так мы не нарушаем здесь можно максимум 149 так чё сказать скорости за 100 коротко старается ехать ниже трех тысяч по тахометру окна все закрыты помаленьку начинает зеркала задувать на зеркалах но в целом я скажу что сейчас вот мы едем довольно таки комфортно конечно можно еще обешуметь что многие делают но это дополнительный вес дополнительные деньги там снимать это все там открывать карты прочее меня устраивает сейчас мы еще уйдем в режим д просто и все вот наши 2000 по тахометру спокойненько 110 валим отлично так что у нас по управлению давайте-ка мы сделаем сейчас вот так есть некоторая валкость но в целом вообще никаких проблем с машиной чуть-чуть вот этот вот вязкость в рулем в электроусилитель мне не нравится как будто ты вот ложку вот так в мед продавил и вот чуть-чуть она как вот так вот это мне не очень нравится тормоза мне тоже не очень нравится тормозная динаме может быть я привык просто к своей машине но нет здесь надо просто додавливать сильно то есть ногой надо работать да вот не то что они не работают что две минуты остался две минуты осталось не тоже не работал все все ништяк просто вот мне не нравится вот эта манера потом конечно хочется чтобы сиденье вот здесь вот кроме вот этого верхнего положения вверх-вниз сделали вот сюда эту поясницу потому что вот реально если бы я ездил я бы там на пятый день уже купил бы себе подушечку положил под поясницу потому что спинала да где колесом здесь сидит что не очень вот это мне не нравится руль регулируется небольших углах но в четырех направлениях то есть вверх-вниз и на себя и от себя это очень хорошо то есть вот со всеми этими летами большими мониторами юсб-сб-с вот этими всякими штуками шкода нарядилась и пытается как бы ну как бы показать что я-то в сегменте тут такая заряженная не только корейцы могут там много опций да нашпиговать с другой стороны это двадцатка я вот не знаю отказываться допустим от дальнего света диодного не хотелось потому что реально полезно этой дураков много ночью поэтому надо чтобы вы видели лучше тачка мне нравится в своем сегменте она пушка с таким багажником расход у меня в среднем 8 литров был только 95 там заправлять на тип допускается спереди на стороне мы же знаем что у нас 90 1 1 2 это как бы очень даже не и бензина ерунда поэтому все что мог рассказал давайте в комментариях пообщаемся формат нравится буду делать youtube facebook инста тик ток там чего-нибудь ссылку дам какую-нибудь минутку запилю и ссылочку выкину и будем дальше пилить вы напишите какие тачки вам интересны у нас все-таки мы журналисты автомобильные и доступ есть к автомобилям чего-нибудь у дилеров где еще найдем